Два года назад Виталий Степанов и его супруга Юлия, известная российской бегуни на 800 метров, стали героями скандального документального фильма на немецком канале АРД. Тогда Юлия подробно рассказала о том, как подменялись пробы атлетов на допинг и сколько это стоило. И вот новое разоблачение. Ссылаясь на запись разговоров с бывшим главой московской антидопинговой лаборатории Григорием Роченковым, которые велись через скайп, Степанов утверждает, что на Олимпиаде в Сочи многие российские атлеты, включая золотых медалистов, употребляли допинг, в то время как агенты ФСБ выдавали себя за сотрудников антидопингового контроля и пытались контролировать каждый шаг в анализе допинг-проб. Как отметил директор американского антидопингового агентства Трэвис Тайгард, который также дал интервью каналу CBS, речь идет не о группе спортсменов, доставших где-то запрещенные препараты. В России существует целая система, поддерживаемая спортивным руководством, которая ставит целью победу любой ценой. Министр спорта России Виталий Мутко уже прокомментировал новое обвинение агентству ТАСС, заявив, что они основаны на домыслах. Степанов опять сел на своего конька, сказал Мутко. Тем временем со своим заявлением выступил президент Всемирного антидопингового агентства Крейг Риги, который заверил, что его организации незамедлительно проверят эти новые обвинения. Предположения, высказанные в программе, являются серьезной причиной для беспокойства, так как они содержат новые сведения о попытках подорвать антидопинговый процесс на Олимпиаде в Сочи, подчеркивается в документе.